Сегодня во всем мире вспоминают о мужестве и героизме тех, кто в годы Великой Отечественной войны оказался в блокадном кольце фашистов. 27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от захватчиков. Мужество жителей северной столицы оказалось сильнее вражеских атак. Ленинградцы провели 872 дня в тяжелейших условиях, умирая от голода и замерзая прямо на улицах, но не пустили врага и отстояли город. Хроника страшных событий в блокадном городе в материале Любови Пермяковой. Это почти невозможно представить, но и в годы блокады ленинградцы сдавали кровь. И ни один госпитальный запрос на донорскую кровь не остался без удовлетворения. Ничто не останавливало людей. Доноры отказывались от компенсации за сдачу крови, передавая деньги в фонд обороны. Изможденной блокадой голодающий Ленинград отправил на фронт в общей сложности 144 тонны. Это 5 военных эшелонов донорской крови. Сегодняшний репортаж мы посвящаем героизму людей непокоренного города. В начале Великой Отечественной войны Ленинград оказался в тисках вражеских фронтов. С юго-запада к нему подступала немецкая группа армии «Север». С северо-запада на город нацелилась финская армия. Согласно плану Барбароса, захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. Гитлер полагал, что падение северной столицы СССР – это не только военная победа. Русские потеряют город, который является колыбелью революции. Битва за Ленинград длилась с сентября 1941 года до начала августа 1944. Город с почти трехмиллионным населением был окружен. Практически ежедневно ленинградцы испытывали на себе ужас артиллерийских обстрелов и бомбежек. Первая зима в осажденном Ленинграде выдалась особенно суровой. Столбик термометра падал до отметки минус 32 градуса по Цельсию. На улице минус 30 градусов. Город замерзает. В апреле 1942 года снежный покров в городе достигает 52 сантиметра. Отрицательная температура воздуха стояла в Ленинграде более полугода, продержавшись до мая включительно. Отопление не поступало в дома. Были отключены канализации и водопровод. Прекратилась работа на заводах и фабриках. Главным источником тепла в домах стала печка-буржуйка. В ней сжигали все, что горело, в том числе книги и мебель. Более 400 тысяч маленьких горожан разделили со взрослыми ужасы бомбежа, голод и холод. Дети взрослели прямо на глазах. Одна из них ныне жительница города Наринмара Валентина Дерягина. Когда началась блокада, ей было всего шесть лет. У нас было трое. Две сестры и брат. Сестра умерла. Брат тоже маленький, небольшой, умер. Жили в Ленинграде в вагоне на шубе Ленинграда. Да. И сестру тут похоронили, и брата тут похоронила. Мать жили. Жили уже только с матерью. Никого не было уже. Вот. И я вот осталась одна. А ребята-то умерли именно от голода? От чего умерли? От голода, голод был в Ленинграде. От голода я сама по умеру ходила там, куски собирала. Идешь через ступы, кругом ступы лежали. Перешагнешь и дальше идешь. Страшно было, да, в Ленинграде? Конечно, страшно. Хотя кушать-то нечего было. Не одеть нечего, а будь нечего. Сапоги, бантинки были, в ванной привяжешь веревками. Так и уходили. Пиком голода в блокадном Ленинграде стал период с 20 ноября по 21 декабря 1941 года, когда нормы выдачи хлеба для бойцов на передовой линии обороны были снижены до 500 граммов в день, лишь девенцев и детей – 125. На 50% данный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку. Выдача других продуктов в этот период фактически прекратилась. В Нинецком краеведческом музее есть документ, дневник Тарасовой Анны Андреевны, которая жила в Ленинграде и встретила там войну. 19-летняя девушка в подробностях описывает то голодное время. Первая информация о хлебе встречается у нее, так, выходной день, 12 ноября. Вот она пишет. Мы вдвоем скушали по тарелке супу и по 100 граммов хлеба. Выпили по стакану чая. И все мы после молчали. И думы наши были одинаковы. Мы не наелись. Сегодня в работах историков цифры погибших ленинградцев разнятся от 800 тысяч до полутора миллионов человек. Горе пришло в каждую семью. Не оставляют никого равнодушными сохранившиеся страницы дневника маленькой Тани Савичевой. Бабушка умерла 25 января, дядя Алеша 10 мая. Мама 13 мая в 7.30 утра. Умерли все. Осталась одна Таня. Дневник Тани Савичевой был одним из обвинительных документов на знаменитом Нюрнбергском процессе, когда за военные преступления судили руководство фашистской Германии. Спасением для осажденных стала дорога жизни, проложенная по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население. Город не сдавался. Его жители и руководство делали тогда все возможное, чтобы жить и продолжать бороться. Несмотря на то, что город находился в жесточайших условиях блокады, его промышленность продолжала снабжать необходимым вооружением и снаряжением войска Ленинградского фронта. Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие выполняли срочные задания. Ремонтировали корабли, танки и артиллерию. Сотрудники Всесоюзного института растеневодства сохранили ценнейшую коллекцию зерновых культур. Зимой 1941 года 28 сотрудников института умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был тронут. Более того, руководство города на Неве сделало все, чтобы предотвратить последствия тяжелейшего голода. С марта 1942 года Ленсовет разрешил жителям разбивать во дворах и парках личные огороды. Землю под укроп, петрушку, овощи распахивали даже у Исаакиевского собора. Беспримерное самопожертвование простых ленинградцев показало всему миру, где находится предел возможностей фашистской Германии и ее союзников. При всех ошибках, просчетах советское командование принимало максимум мер для скорейшего прорыва блокады Ленинграда. Были предприняты четыре попытки разорвать вражеское кольцо. Потери были колоссальные. Среди павших героев есть и солдаты из Ненецкого округа. Сегодня по нашей базе в Ленинградской области числятся более 550 человек погибшими. То есть это те люди, которые погибли при обороне Ленинграда и при снятии блокады Ленинграда. То есть мы сейчас говорим о всех попытках снятия блокады Ленинграда. Это только те, у кого есть четкие данные, что он погиб в Ленинградской области. Но нужно понимать еще, что каждый третий, если это очень грубо, то каждый третий погибший, каждый третий из книги памяти Ненецкого автономного округа, это пропавшие без вести. Каждый третий. Их на самом деле еще больше. Но будем так считать. А пропавших без вести у нас было очень много на Ленинградском фронте, на Волховском фронте. Тяжелейшие бои в 41-42 году происходили на Невском пятачке. Узкой полоски земли на левом берегу Невы. Этот плацдарм, который советское командование намеревалось использовать для прорыва блокады, части Красной Армии удерживали около 400 дней. Боизоневский пятачок унесли по некоторым данным жизни 50 тысяч советских воинов. И только в январе 43-го года блокада была частично прорвана. Ходом к деблокирующей операции «Искра» руководил Георгий Жуков. На узкой полосе южного берега Ладожского озера удалось восстановить сухопутную связь со страной. 24 января 1944 года силами Ленинградского и Волховского фронтов был совершен прорыв блокады Ленинграда. 27 января вознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которое продлилось 872 дня, прогремел праздничный салют. Говорит Москва, последний час, успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда.